Всем привет, добро пожаловать на программирование на языке Lua, Lua в 2D. Это третья часть урока про библиотеку BAMP. Эта библиотека позволяет определять столкновение, допустим, главного героя в вашей игре с какими-то объектами, со стенами, с монстрами, с какими-то призами. Мы сегодня подошли к заключительной части документации этой библиотеки Advanced API. Мы посмотрим эти функции, но чтобы было не тухленько, мы сразу давайте вот исходник, какой у нас был на втором уроке. Мы его сейчас продолжим и сделаем из него уже что-то похожее на настоящую игру. Причем сделаем это быстренько, а потом рассмотрим функции. Итак, мне пришлось по сравнению с прошлым уроком, все строчки остались на месте, но кое-какие переменные я сделал глобальными. Локалт убрал и часть создал файл дебаг консол, перенес сюда некоторые функции, которые отладочную консоль выводят. Консоль отладочная это вот эта ерунда. Когда табуляцию нажимаем и начинаем врезаться в стены. Вот внизу вот эти вот швычки, видите, вот. Мне вообще для этого урока не нужно, но извините, у автора у Kikita такой пример был, который мы начали развивать. Раз там есть, ну пусть остается. Вот. В своих играх вы свои какие-нибудь отладочные штуки будете добавлять. Итак, давайте начнем. Я добавил функцию. Вот новая функция. Единственные строчки добавлены новые. Все, кстати, все исходники скачайте с гитхаба, если хотите. Конкретно с третьего урока. Так, рисование круга. Давайте сделаем так, чтобы наш главный герой отображался в виде круга. Ну, все очень просто. Функцию, как я рисую круг, используя те же самые данные x, y, ширину и высоту нашего игрока. Вы посмотрите. Там все очень просто, не будем останавливаться. Давайте в игре теперь сделаем, ну, чтобы на игру было похоже. Во-первых, сделаем монетки. Потом сделаем подшют собранных монет. И сделаем лаву, например. Что если вы врезаетесь в стену, то ничего страшного скользить. А если лава, ну, game over сразу же. Хотя можно было бы сделать очки здоровья, HP, health points игрока. Но это будет, наверное, долго. И у меня есть уже уроки по лаву 2D. Там объектно-ориентированное продвижение объектов, монстров, каких-то кружочков. Четыре урока есть. Можете посмотреть, оттуда какие-то идеи подчеркнуть. На самом деле все здесь просто. Так, итак, мы должны добавить монетки. Кстати, вот наша старая функция. Вот эти вот куски кода, в принципе, не работали. У нас всегда эта функция возвращала слайд. Почему? Потому что у нас нет вот таких вот штук. В наших стенах нет такого параметра, как kind. Так, давайте посмотрим, что же в наших стенах есть. Так, листаю, листаю, листаю. Функции создания объектов на уровне. Вот все наши объекты, стены, наш главный герой и, например, монетки, которые мы будем здесь хранить, они все у нас хранятся в таблице blocks. Я не буду переименовывать вот эту функцию, сделаю по аналогии. Функция будет называться Добавить монетку coin, the coin. Как в Mario. Со спрайтами возиться мне не хочется. Так, ширину высоты нашей монетки мы тоже вводить не будем. Ширина у нас у монетки всегда будет... Ну, давайте, давайте большие монетки сделаем. 20 на 20. Обратите внимание, что у нас у монетки хитпоинт, хитпоинт, господи, хитбокс. Ладно, это я расскажу чуть попозже. Так, цвет случайный? Нет, цвет будет у нас... А, мы здесь какой-то цвет выбирали случайный. Ну, ладно, это нам не важно. Цвет у монеток у нас всегда желтый, поэтому нам это поле не нужно. Так, имя. Давайте монетка. Это тоже для отладки. У ваших монеток имена, наверное, не нужно. Извол нам не нужно, нам нужно изкоин. Чтобы мы могли определить, что это монетка. Так, заносим. Добавляем. Все отлично. Так, у нас есть теперь функция для создания монет. Так, давайте вместо наших стен... Сделаем создание монеты. Посмотрим. Выводится? Сейчас вылетит, наверное, да. Потому что... Так... W должен быть... Ширина должна быть интеджер. Оно у нас и так интеджер. Ладно. Вылетело, скорее всего, при отрисовке. Где у нас есть... Draw... Draw, Draw, Draw... Draw Blocks. Draw Blocks. Так, ну мы должны условия здесь поставить. Извините, раз мы добавили монетки. Иф. Здесь это монетка. Монетки всегда рисуем желтыми. Так, честно говоря, я не очень помню цвет желтый. Так, Draw Box. По-моему, красный с зеленым дает желтый. Если не ошибаюсь. Так, ну давайте запустим. Так, ладно. Посмотрим, где у нас... Ага. 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 Ададекуин. 91-ое. Что-то я там не то сделал. 91-ое. 91-ое строка. А, ребята, да. Вот эта строчка очень важная. Смотрите. Я уже в прошлом уроке говорил, что здесь мы заносим просто в таблицу. Мы должны все то же самое занести и в наш мир. В мир бампа. Где будут коллизии проверяться. Так как я параметрами размеры не передаю этих стен. У нас монетки всегда ширина 20. Давайте даже вот так сделаем. CoinSize. Но, чтобы потом, знаете, не менять везде эти константы. Точнее числа. Вот так. Отлично. Но монетки у нас работают сейчас как стены. Давайте теперь стены добавим. Стены. Стены вообще-то добавляются у нас вокруг. Так, давайте я запущу стены. Да, вот они рисуются у нас фиолетовые. Отлично. Так. Ну и давайте сделаем сколько-то стен внутри. Например. 10 стен будет. И не ADD Coin, а ADD Block. Так, здесь монетки 30 штук. Здесь 10 стенок. Давайте посмотрим. Для нашего игрока все выглядит как будто это стены. Давайте сделаем, чтобы он смог проходить через наши монетки. Ищем наш фильтр. Не вот эти фильтры, которые я для отладки. В прошлом уроке средний уровень API в библиотеке объяснял. А у нас есть какая-то вот прям игровая. Игровой фильтр. И он где-то здесь есть. Вот он. Вот он. Здесь как раз единственное место, где мы проверяем на столкновение нашего игрока. Пытаемся его двинуть внутри нашего мира. World. Вот. И вот MyFilter называется. Вот MyFilter мы и будем менять. Так, MyFilter. Так. Сильно проще. Из Coin. А вы помните, что во всех монетках внутри таблички монетка у нас есть поле из Coin. И в него присвоена истина True. Так. Ну вот здесь у меня уже это я, видимо, пытался. Ну, просто вам показывал на прошлом уроке. На самом деле у нас этого не было. Давайте мы тоже сразу сделаем. Coins 0. Мы монет собрали 0. Пусть монетки считаются. Мы их пока не выводим. Должен возвращать. Cross. Cross, как вы помните, из первого урока. Это значит пересечение. Так, а здесь давайте мы сделаем вот так. If. Из Wall. Если стена, то тогда скользим. Вот так будет правильно. На монетке это будет срабатывать. На стены это. Еще мы лаву хотели создать. Так. Вот через монетки я теперь хожу спокойно. Они мне не мешают. А через стены не могу ходить. Так. Ну давайте теперь монетки как-то... Как-то будем удалять. Как же их удалять? Так. Я хочу сделать это без удаления из-за таблицы. Так, ну ладно. Это мы считаем. Давайте точнее так сделаем. Давайте сделаем вывод на экран. Ах, ребята. Так. Ну как я монетку могу? Так. Ни слайд мы сделаем. Если монетка, то проходим через нее. Если через стена, то не проходим. А иначе, чтобы нам не встретилось, то проходим. Как будто этого нет. Так. Мы можем теперь сделать вот как. Вот у нас есть ссылка на то, с чем мы столкнулись. Мы столкнулись с монеткой. Давайте мы ее теперь как-то из коин занесем туда false. Эта монетка уже собрана. Ее как бы нет. И мы можем, кстати, вот этот же момент использовать и при выводе на экран. Раз мы из монетка убираем, то у нас уже монетка, которую мы собрали, она рисоваться не будет. Но зато мы должны здесь поставить тогда условия, чтобы рисовались стены. Из волн. Давайте попробуем. Так, ребят, я почему-то не понимаю. Это вы видите, что я только на ту клетку встал, где, которые касаются какие-нибудь монетки. А само столкновение я не проверяю, есть оно или нет. Вот оно как. Так. Ну, давайте посмотрим документацию. World Move должно быть. Так. Вот. Вот. Муф, 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 муф. Так. Что нам возвращают? Ага. Так. Что нам отсюда подойдет? В принципе, можно ТИ использовать. Если у нас в ТИ будет единичка, то это означает, что достигли уже монетки. Никакие вектора нам не нужно здесь будет использовать. Давайте попробуем. ТИ. Это мы должны в фильтре. Не очень хорошо здесь файл разбит. Если будете сами делать, то вы функции, которые управляют игроком, тоже в отдельный файл вынесите. По нетам тоже можно по призам сделать отдельный файл. Так. Так. Фильтр, фильтр. Вот он. Так. Иф. Ну, больше единицы, наверное, быть это не может, конечно. В общем, только при этом условии мы монетку... Мы проверяем с ТИ, а у нас этого ТИ нет. Может быть, я что-то все-таки... Не для того документа... Да, я World Checkpoint смотрю. Так. У нас World Move. Давайте сделаем... Move. Так. Ага, вот. Возвращает нам... Type. Угу. Возвращает нам... Так, а... Угу. World Move. Угу. 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 Ребята, это все делаю. Я этим безобразием занимаюсь в фильтре. А фильтр нам должен выдавать только... Вот эти значения. По типу. Фильтр должен говорить. Это мы пересекаем. Поэтому мы скользим. Все остальное мы тоже пересекаем. А всю обработку... Скушали мы монетку или нет. Мы делаем вот здесь. Так. Эту строчку я перенесу. Чтоб она была меньше. Так. И вот здесь вот мы... И будем определять. Так. Смотрим документацию. Что нам выдает? Other выдают. Отлично. То, с чем мы столкнулись. Мы проверяем. И в Other. Ти там никакого нет. Ти. У нас есть только Item. Это мы. Мы игроком двигались. Нам ее смотреть не надо. Вот нам нужно Other. С кем мы столкнулись. Ну, сейчас мы про тип посмотрим. Тип даже можно не смотреть. В принципе, скользим мы или прикоснулись к нашей монетке. Мы ее будем удалять. И засчитывать. Так. Не хватает End. Я писать эту программу не тренировался. Я только документацию почитал заранее. Чтоб по всем функциям не плавать. Так. IfR isCoin. Никаких сравнений не должно быть. Вот. Вот здесь мы. Так. Ну, это в консоль. Это отладочная информация. Тоже это, в принципе, особо не важно. Так. Мы смотрим вот так. Call. То, с чем произошла коллизия, нам возвращают, помните, таблицу из коллизий. Таблицу тех, с кем мы столкнулись. Вот текущая, кого мы в данный момент рассматриваем. Если call other isCoin, тогда монетки добавляем. Так. Из-за coin. Ну, что, должно работать. Так. А угадайте, почему вот углом я касаюсь, и оно так исчезает. А все дело в том, что у нас, хоть мы и рисуем нашего игрока и монетки с помощью окружности, но на самом деле мы внутри мира бампа мы их храним как прямоугольники. Но я думаю, ничего страшного. Такие вычисления быстрее выполняются в бампе. О, собрал. Так, ну давайте теперь посмотрим, добавим вывод количества монет на экран. Так. Давайте посмотрим. Не подсмотрим, а вот. Вывод на экран. Текста просто, чтобы не печатать. Так. И будем печатать где-нибудь, например, по координатам 10, 500. Так, я что-то не понял. Print F. Там в начале что печатаем? Потом идут координаты. А печатаем мы текст. Печатаем вот так. Valence. И переменные у нас здесь будут. Так. Ну давайте проверим. Да, очень удачно попалась. Да, монетки считаются. Видите, да? Левый и нижний угол. Так. Ну и что осталось? Давайте лаву теперь сделаем. Лава должна красным цветом всегда рисоваться. Так. Что для лавы осталось? И пойдем уже по документации. Ну вот. Делаем функцию похожую. Нет, мы будем... Лава может быть любого, любой прямоугольной формы. Поэтому мы копируем отсюда. Так. Не то я копирую. Вот. DD-блок. Лава. Лава. Так. Из лавы. Так. Цвет нам... Цвет нам тоже здесь не важен. Будем выводить красным цветом. Лава. Номер такой-то. Добавляем. Отлично. Теперь вывод. Вот мы... Вывод стенок сделали. Теперь вывод лавы должны тоже описать. В рисовании наших блоков. Так. Из... Лава. Почетаем мы красным. RGB. Значит вот. VR у нас единица. Drawbox. Нормально. Так. Теперь мы должны создать эту лаву. Давайте лавы пять штук сделаем. Это не факт, что все монетки можно будет собрать. Так. До пяти. Так. И размеры. Так-так-так. Ну ладно. Размеры пусть как у стенбот. Так. А как мне определить... Давайте вот как. Когда создается блок, давайте сделаем, чтобы он никогда красным... Не рисовался. Так. Звал. Вот так мы его сделаем. Во! Теперь мы знаем, что красный это точно лава. Почему я монетки собираю? Через стены я скольжу по стенам, а через лаву я могу пропасть. Кстати, давайте нашим курсором подвигаем. Помните, он печатает. Видите, он определяет все названия, через кого этот луч проходит. Вот смотрите, прошлый урок. Монетка, номер такой-то. Стена. Лаву, значит, видит. Все отлично. Все просто супер. У нас монеток. Осталось пара минут, и будет лава закончена. Так. Давайте мы как мы будем нашего игрока убивать? Наверное, вот так. У нас всего один уровень. И всего одна попытка. Вы сами догадаетесь, как все инициализировать. Если при переходе на новый уровень. Ну, у нас победить нельзя в этой игре. Хотя можно было бы считать, сколько монеток собрано, и говорить, что ты победил. Наверное, наверное, сейчас это добавлю. Так, ну давайте сначала гейм овер. Где мы, где мы, вот. Вот здесь мы монетками занимаемся. Сюда же мы должны добавить лаву. Мы благородно оставили проверку на монетки перед лавой. Так что вы можете успеть прыгнуть в лаву, собрать монетку. Ну, и потом умрете, конечно. Если лава, то... Из гейм овер. Ну, сюда, конечно, true. Так что двигаться-то вы еще будете. Ну, как мы будем изображать наш гейм овер? Очень просто. Давайте красным цветом. Кровавый цвет все покрасим. Где тут у нас цвет выбирается? Тоже, чтобы мне написать. Так. И... Давайте сверху. Сверху всего. Это значит, в самом конце мы печатаем. Set Color красный. И сделаем его прозрачным. 0.2, например. И после этого мы должны большой прямоугольник нарисовать размером с весь экран. А, я могу его с помощью дробокса, конечно, нарисовать. Давайте rectangle. Сделаем вот так. Закрашенный прямоугольник. Fill. Координаты. Левый верхний угол у нас. Начало. Координат. Ширина, по-моему, в 800. 600. Давайте просто запустим. Да, вот видите, красный фон. Все красное. Это как будто game over. Сделаем вот эту штучку. 07, чтобы еще более красная была. Да, вот. О, нормально. А потом сверху можно будет написать, например, game over текст. Ну, давайте не будем писать. Нам этого красного просто хватит. А здесь ставим if. Если game over, то рисуй вот этим красным. Пока game over нет, рисуй белым. Точнее, не рисуй. Вот у нас все нормально. Теперь нужно где-то этот game over в эту переменную заносить. Итак, идем, где мы монетками нашими занимались. Где мы добавили логику. Где у нас движение игрока. Вот. Из лавы. А, так уже все добавлено. Давайте проверяем теперь. Монетки собираем. На лаву нашли. Все. Ну, двигается мы можем. Нужно поставить это же условие там, допустим, в движение игрока, чтобы он не двигался. Но, тем не менее, вот считаем, что какие-то начало нашей игры уже положены. Кстати, переходим сейчас к нашей. Нашей библиотеки. Я могу сказать, что поищите у автора. Это библиотеки Bump. У Kikito. У него есть еще другая демка. Там более круто. Там пусть главный герой и прямоугольник. Но он зато умеет, по-моему, стрелять и висеть на grappling hook. Я не знаю, как по-русски сказать. Не помню. Такая штука. Бросаешь, цепляешься и как на веревке раскачиваешься. Ну, как во всяких приключенческих играх. Итак, осталось совсем немножко нам посмотреть. Вот эта вот штука, не вот эта штука, а функция. HasItem. А ей мы передаем ссылку на нашу вещь. Она просто возвращает истину или ложь. Есть в нашем мире добавлена туда эта вещь или нет? Давайте попробуем. Запустим. Проверим нашего игрока. Вот мы его где-то, плеер. Вот. Вот здесь мы плеера добавили. И теперь мы делаем. Просто отладка будет. Выведем результат. Выведется он где-то вот здесь в консоли. Мы увидим. Так. И нам нужна вот эта вот вещь. WorldHatHatItem. Ок. True. Да. Такая вещь у нас есть. Давайте какую-нибудь другую вещь попробуем. Давайте другую вещь попробуем найти. Например, Player2. У нас нет такого Player2. Да. Ошибка не выводится. Видите? Просто показывается False. Вот здесь. Что такой вещи нет. Давайте какую-нибудь... Вот, например, CoinSize. Это, конечно, не табличка. Но это не важно. В мир, внутрь мира, по-моему, можно помещать что угодно. Так. Думаю, этот CoinSize, эту переменную мы в мир не помещали. Тоже она возвращает False. Так. А давайте какую-нибудь... Какую-нибудь стену, в принципе, можно. Так. Ну, я думаю, вы принцип поняли. Не будем этим заниматься. Давайте переходим к следующей функции. CountItems. Возвращает количество всех вещей, объектов, которые добавлены в мир. Так. Мы печатаем результат. Давайте напечатаем сразу, вызовем здесь эту функцию. CountItems. У нас должно вывестись в консоль False 1. Ага. Ребята. На тот момент, когда мы вот это выводили на экран, у нас был добавлен только один игрок. Видите? WorldAdd. А дальше мы уже начинаем добавлять 4 стены, например. Давайте то же самое выведем. WorldCountItems. И вот здесь строчка должна быть... Сейчас повыше. 1 уже плюс 4 стены, 5. Ну, вы поняли. В принципе, это нужно для отладки. Вот автор так и пишет, что отладки. А... WorldGetItems. Я демонстрировать не буду. Я просто могу сказать, что он возвращает табличку. Если мы так делаем табличку. И в этой табличке у нас будет... Первым элементом будет Player. Вторым элементом будет вот эта вот стена. Потом вторая, третья, четвертая. Понятно, да? Так что, если вы забыли, кого вы добавили в этот мир, вы можете с помощью вот этой функции WorldGetItems получить список в табличке всех. вещей. Ну, естественно, что длина, значит, решетка, если поставим вот этих items, оно совпадает со значением перемены LEM. Аналогичное что-то у нас было в предыдущих. Так. Вот эта функция возвращает координаты x, y и ширину, высоту какой-то указанной вещи. Давайте прикольно испытаем, для чего это нужно. Например, я знаю, что у меня Player находится... Вот здесь, DrawPlayer. DrawPlayer. Не важно, где DrawPlayer. Нет, наверное, важно. Так, как он возвращает? Вот так возвращает. Так. Давайте сделаем... Глобальных у меня переменных таких нет, поэтому мне это не помешает. Не этим, а Player. Получили текущие координаты ширину, высоту. Я, конечно, могу это напрямую с таблицы Player включить, но тем не менее. Что мы теперь можем сделать? Давайте мы теперь нарисуем поверх нашего игрока DrawBlock. Так. Или нет. Или давайте тоже прямоугольник нарисуем. Кровавый прямоугольник поверх нашего игрока. Так. Делаем попрозрачнее. Чтобы нам игрока не закрывало, так делаем Fill. А координаты берем x, y. Ширина, высота. Вот, которую нам выдала функция GetRect. Да, вот видите, наш игрок сверху более красным. Так, ну давайте я сделаю менее прозрачный. Такой. Например, 0.9. Вообще будет красным. И вот, да. Эта функция получает указанные вещи координаты ширину, высоту и возвращает нам так. О, мы на лаву наехали. Убились. Хорошо. Дальше смотрим, что у нас есть. Count cells. Это нам не очень полезная вещь. Она возвращает количество вот этих клеточек на экране. Помните, когда мы создаем мир, мы указываем ширину, ну, сторону, точнее, квадрата. Квадрат этих ячеек, которые используются для определения столкновений. Это для отладки нужно. И даже не для нас нужно, а для автора, когда какие-то писал свою библиотеку. Так. Следующая функция называется world2self. Мы передаем координаты x, y и нам эта функция возвращает координату клетки, внутри которой находятся эти координаты x, y. Как где-то все запутано, давайте мы попробуем все это получить. Так. Возвращает он только x, y. Мы мышкой будем пользоваться. Так, вот у меня есть low mouse. Под мышкой будем. Я убрал рисование линии. Ладно, пусть остается. Так. Вот x, y. Функция называется toSell. Так. Мы получили x, y. И теперь мы должны вспомнить, где мы мир создавали. Какую ширину моему new world. А мы ничего не указывали. Ну ладно, давайте сделаем 5 на 5. Нет, я-то помню, там, по-моему, 32 на 30. Мы можем посмотреть, сколько по умолчанию. Это я в первом уроке рассказывал. Какого размера эта клеточка, вот, Cell Size, по умолчанию создается. Так. Нам нужно просто посмотреть, какие же координаты выдает. Так, так как нам не выдает ширину и высоту, ну вот я наугад пишу 10, 10. Мы увидим. Давайте синим цветом будем писать. Так, я что-то, ребята, не вижу. Не вижу ничего синего и не вижу, чтобы что-то рисовалось. Так. Возможно, выдается, выводится в левом верхнем... А, вот он, синий наш, этот кубик. Выдает координаты... Вот эти вот координаты выдает. Координаты клетки. Вот у этой клетки координаты 0, 0. У этой 1, 0. 2, 0. У этой 2, 1, 2, 2. 3, 3, 4, 4. Поняли, да? Это координаты в двумерном массиве. Ладно, хорошо. Хорошо, что я сделал этот квадратик. Мы его видим. Тоже это нужно для отладки. Если вы хотите получить, чтобы этот синий кубик прыгал по экрану и текущую клетку выделял, мы должны эти координаты умножить... Не помню, сколько там. 40 размер, что ли, был. 40. 40. Нет, не 40. Так, ладно, ребят, давайте я размер сейчас документации посмотрю. Так, New World. Вот, 50. А, так мы можем сами размер указать. А, по умолчанию вот 64. Ну, отлично. Так. Так, координаты выдаются... А, понятно. Координаты не от нуля, а как в массивах Луа. Принято. Соединяется. Поэтому, чтобы у нас правильно рисовалось, здесь x-1, x-1, не забываем скобки поставить, чтобы сначала вычитание произошло. И сейчас у нас уже будет точно с этой клетчей совпадать. Тоже это все нужно для отладки. Ну, нет, я, конечно, придумал какие-то способы, где это можно использовать. Так-с, дальше идем. ToWorld. А вот это наоборот. Если мы сейчас зададим этой функции координаты ячейки нашей, вот давайте покажу, координаты вот этой клеточки 1,1, то она нам выдаст координаты на экране. И нам не придется умножать... Давайте попробуем. Избавимся от лишнего умножения. Так, это я пока закомментирую. Теперь мы из этих X и Y получим другие X и Y уже экранные. World называется. И мои вычисления вот эти вот не нужны. Так что здесь просто без вычислений пишем X и Y. Ну, а ширину и высоту, конечно, клетки нам не выдают. Да, да, видите. Без моих умножений и вычислений у нас все это возвращает функция, которая называется ToWorld. Так. Написано, что это как бы инвертированная версия функции ToSelf. Ну, мы в этом убедились. И здесь примечание есть. Если вы это в LAV используете, то у нас координаты считаются слева верхнего угла начала координата. Вот. А если пользуетесь... Ну, и в короне SDK тоже. Если пользуетесь библиотекой кокос 2D, то начало отсчета левый нижний угол. Так. Вот это классная штука. Она последняя у нас? Она последняя? Ага. Давайте я лучше словами объясню, что она делает. Она эта функция движет воображаемый прямоугольник координатам гол x гол y из координат x y и возвращает вам список полный список всех столкновений, которые случатся, если вы начнете двигать этот прямоугольник и будете его двигать из точки x y например, вот отсюда. Вот сюда. двигаете, двигаете, двигаете и у нас очень много пересечений. Ну вот, например, это напоминает работу вот этого луча. Видите, вверху возвращается у нас список. Так вот, в этой функции ничто никуда не движется, но вам вернут список всех объектов в нашем мире, с кем так или иначе столкнется наш этот воображаемый прямоугольник. Что же нам эта функция возвращает? Ну, фильтр здесь применяется, фильтр стандартный. Так, этот метод в основном полезен, когда вы создаете новые ответы для разрешения коллизий, для разрешения столкновений. А также этот метод можно использовать для неких запросов. Ну, что за запросы? query. Например, вы можете как будто послать такой луч, но вот смотрите, вот эта функция, которая луч посылает, она посылает тоненький луч. А в этой функции, кстати, вот в прошлом уроке посмотрите на этот луч, здесь уже не луч, здесь уже у нашего луча есть ширина и высота. Так что мы какой-нибудь прямоугольник двигаем, например. Понятно, что узкий луч, он может пройти где-то, например, между этих объектов и не затронуть, как мы уже видим, что вот он только игрока нашего касается. Вот. А если бы у нас луч был толщиной, как вот этот синий прямоугольник, видите, как он много сразу задевает во время движения из начальной точки в угол. Ну, например, вы хотите, чтобы узнать, ваш танк проедет по направлению такому-то, будут какие-то препятствия или нет. И можете, если он не проезжает, вы его не двигаете, вы луч, ну, не луч, а в какое-то другое место пытаетесь ваш танк двинуть. Но я могу сказать, что эта функция довольно медленная. Так, ну и дальше написано, что вы можете использовать этот метод, чтобы создать свои собственные ответы на столкновения. У нас, ну и тут написано, что в старых версиях бампа только так можно было сделать. У нас уже есть четыре функции, которые используют бамп для того, чтобы ответить на столкновения по умолчанию. Мы их все с вами уже на первом уроке посмотрели. Есть touch, есть cross, когда пересекаешь, есть slide, когда скользишь, есть bounce, когда отскакиваешь. Вы можете что-то еще придумать. Например, splash, splash, какой-нибудь всплеск. Например, вы переходите через какую-то вещь, вот здесь у вас прямоугольник, и попадаете в параллельный мир. Или здесь у вас есть какая-нибудь вода, вот столкновение с водой. Например, как реагировать на столкновение с водой. Можно придумать что угодно. И написано, чтобы... По умолчанию у нас уже есть четыре штуки. Но мы можем с помощью функции world.add.response название нашей функции и сама функция, которая будет использована если фильтр нам возвращает... Если фильтр нам возвращает... Где наш фильтр? Вот этот фильтр. Вот у нас возвращались какие ответы на столкновение. И заметьте, что бамп сама за нас делает скольжение предмета. На первом уроке вы это увидели. И на втором. Что нам не нужно там координаты как-то откатывать назад x, y. Вот это и есть те функции встроенные для слайд для того, чтобы скользить. Кросс. Кросс на самом деле ничего не делает. Ты пересекаешь. Но тем не менее. А вот если было бы бамп, это отскочить назад. Вот. И вы можете в вашем фильтре будет, например, если из water вода столкнулись с водой, то вы возвращаете например, слово name water. А здесь вы должны добавить add response name здесь в кавычках у вас идет water и вот у нас здесь такой ответ. В принципе, здесь по-английски это и написано. Но автор пишет, что все эти функции довольно сложны и чтобы понять, как они работают, вот эти вот, вам нужно просто зайти в исходники бампа и посмотреть, как вот эти четыре функции сделаны. На самом деле, они понятны. Понятны будем говорить. Дальше, автор говорит, а вы знаете, что у меня есть еще в этом бампе спрятанные функции. Я, говорит, их в документацию не выношу, но в принципе они полезны. И я могу их изменить, их поведение или даже имена поменять в будущей версии бампа. Но если хотите, используйте. Например, вот эта функция возвращает ближайший угол. Я так понимаю, что есть у нас тоже вы должны посмотреть, он говорит, посмотрите, какие параметры должны посмотреть в исходнике, что передавать. Допустим, передаете ему прямоугольник x, y, ширина, высота, и он, и еще какую-то координату, и он возвращает ближайший угол к этой координате внутри прямоугольника. Ну, я сейчас пытаюсь догадаться, конечно, можно было бы сейчас открыть. Давайте откроем. Что я одно говорю? Просто я не хочу по всем. Так. Ага, отлично. я правильно сказал. Координаты какого-то прямоугольника, широта, высота, и какие-то координаты внутри этого прямоугольника. И она вам возвращает ближайший x и ближайший y, которые как раз находятся на углах нашего прямоугольника. Так, дальше. Ну, здесь какие-то пересечения индексы пересечения с сегментом, с отрезком. Там функциям пользовался getDiff, даже не знаю. Содержит точку или нет возвращает точка внутри прямоугольника находится или нет. Кстати, полезная функция, когда вы сами, если пишите условия, которые определяют были столкновения или нет с объектом, вот такая функция скорее всего вами будет написана. Эта функция пересекаются или нет? Не знаю, давайте посмотрим, какие у нее параметры. Так. Ну, тут пересекаются ли два прямоугольника? Классная, кстати, маленькая функция. Я такой пользуюсь. Координаты первого прямоугольника, его координаты x, y, ширина первого прямоугольника, высота первого и координаты второго прямоугольника, ширина, высота. и возвращается истина или ложь, пересекаются они или нет. Видите, это можно использовать отдельно, без всякого, без библиотеки bump. Я имею в виду вот этот алгоритм. Например, когда мы двигаем курсор и щелкаем на какой-нибудь кнопке, и вот у нас, ну, когда мы курсор двигаем и щелкаем, скорее всего, нам вот эта функция используется, contains point, потому что проверяется на нажатие на кончике нашего курсора. Вот если я здесь кликну, как будто вот эта кнопка, да, и у нас здесь будет нам вернут true, истину. Если я кликну здесь, как будто вот эта кнопка, да, мимо кнопки кликаю, вернут false. А если бы у нас курсор был в виде такого прямоугольника, и мы пытаемся прямоугольника на прямоугольник щелкнуть, то вот эта функция как раз нам бы и пригодилась. квадрат, расстояние. Неплохая штука. Вот я, кстати, подумал, что я во многих своих играх, ну вы знаете, расстояние из школы, расстояние между двумя точками на плоскости. Там квадрат, ой, квадрат, квадратный корень из суммы разниц, суммы квадратов, разниц, координат. О, как-то так. В принципе, во многих играх вам не нужно квадратным корнем замедлять работу этого алгоритма. Давайте посмотрим, как он это сделал. Наверное, там одна строчка будет. Угу. Так, а расстояние... О, интересно. У него здесь расстояние не между двумя точками, а расстояние между двумя прямоугольниками. Интересно. Надо подумать, могу ли я это где-то применить или нет. Так. Ну и Detect Collision. По-моему, дальше у нас, да, Detect Collision. А, ну это уже посложнее. Ладно, ребята, разбирайтесь сами. В принципе, довольно понятно, у него исходники написаны. Но, в принципе, как вы поняли, что для создания игры нам хватит первого урока. И там мы будем пользоваться всего двумя функциями. Добавление какого-то объекта в наш мир и движение объекта нашего игрока. Ну, на этом пока. В принципе, еще возможен урок из серии Bump. это если я буду, а я буду делать урок про Tile Editor. Это бесплатный редактор карт, которыми пользуются ну 70% игроделов, которые по квадратикам рисуют свои меры. О, вот такая вот штука. Где вы рисуете например, вот так. Так. Вот его сайт, кстати, mapeditor.org Это совершенно бесплатная программа, но вы можете донатить вашему автору. Ну, в общем, вы поняли. Рисуете такие прямоугольные тайлы и с помощью тайлов рисуете карту в удобном редакторе. Здесь можно кусочки копировать и так далее. По самому редактору я точно не буду делать уроки, потому что их миллион в интернете и там понятно без перевода на русский язык. Кстати, в программе есть русский язык, по-моему. Но как сделать так, чтобы ваша готовая карта из квадратиков загрузилась в игру и чтобы там можно было ходить вашим персонажем и чтобы персонаж не ходил через деревья а упирался в них. вот это хорошая тема для следующего урока по бампу. Вы как поняли, что это будет сначала нужно рассказать про этот тайлэд. Надо рассказать про библиотеку, которая будет подгружать саму графику будет подгружать картинку из папки и там хитрый формат файла два тайлэдовского. Этот тайлэд умеет напрямую сохранять в формате совместимом с луа, точнее даже в луа формате я использую его для своих игр. Ставим лайки, подписываемся, колокольчики там можно делать. Если нужен роблокс, подумайте о донатах, предлагайте темы, какие нужно делать. А если хотите какую-то информацию по новым библиотекам Love2D, то просто в комментариях пишите, что бы вы хотели рассмотреть, какие библиотеки или какие вопросы решить. Я вам подскажу и дам ссылки на другие видео или на ссылки, где в статьях мы это делаем или вместе с вами все это решим. Ну а на этом пока. пока.